745 грамм разных отходов. Именно столько ежедневно выбрасывает каждый россиянин. И чаще все в одном пакете. А вот Ирина Молодцова уже несколько дней сортирует мусор. Во дворе установили специальный контейнер для пластика. Теперь бутылки выносят в одном пакете, все остальное в другом. Это очень удобно дома сортировать и пластмассовые бутылочки сюда бросать, а мусор в контейнер. А если еще будет больше сортировка, вы готовы этим заниматься? Почему бы нет? Конечно готовы. Это и экологически почище будет, и в городе чище будет. Конечно готовы. А вот сосед Ирины пока не готов сортировать мусор и выносит его по старинке в одном мешке. Видели, что контейнер у вас стоит для сортировки мусора? Да, видел. А почему молочную бутылку выкинули вместе со всем? Ну, потому что у нас привычки такие. В городе неделю назад в рамках пилотного проекта установили 10 контейнеров для пластика. И за это время еще ни один не вывезли. Где-то они заполнены на треть, а где-то на половину. И это можно считать хорошим результатом. В некоторых дворах баки уже на ремонте. У нас в первую же ночь произошли целый ряд ландальных действий в отношении данных контейнеров. Ну, не без этого. Да, они уносят колеса, они опрокидывают контейнера, отрывают таблички, откручивают колеса, засовывают туда не то, что должно там находиться. Пока коммунольщики чинят контейнеры и надеются, что проект приживется. Ведь научились жиреутовчане отдельно выбрасывать батарейки и лампы. Не все, конечно. Но за два года с вывоза раз в месяц перешли на еженедельный. Со временем это войдет в тенденцию. И контейнера не только для пластика будут установлены у нас в городе, но и также и по раздельному сбору бумажных муклатуры, бумажных носителей, также для сбора металлолома. То есть, в принципе, с чего-то нужно было начинать. По словам специалистов, чтобы приучить жителей к сортировке мусора, требуется не один день и даже не один год. Германии потребовалось 10 лет на переход к раздельному сбору мусора. В Польше времени ушло меньше. Правда, там ввели повышенный тариф на вывоз общего мусора. Есть еще один способ сознательность. Психологи подсчитали, если хотя бы 4% горожан что-то начинает делать, остальные это постепенно подхватывают. Сотрудники городской администрации и Госадомтехнадзора провели рейд в промзоне. Проверяли, как предприятия убирают прилегающую территорию. Всего комиссия посетила больше шести десятков объектов. Больше всего нарушения выявлены на проспекте Мира, а также на транспортной, заводской и Никольской улицах. Здесь предприятия устроили мини-свалки и складировали грязный снег. Восемь компаний получили предписание привести территорию в порядок к началу апреля. После этого срока нарушителям могут выписать штраф до 150 тысяч рублей. Но, как правило, собственники предприятия идут навстречу. Город нужно убирать. И все прекрасно понимают, что эта задача, которая была поставлена, она прежде всего поставлена и нам, и также, соответственно, и собственникам предприятия. Поэтому все с пониманием убираются. Очередная проверка пройдет уже через неделю. А к концу апреля все прилегающие территории должны быть полностью очищены. У библиотекаря Ольги Панишевой на рабочем месте все под контролем. В читальном зале установили новую систему безопасности FaceMetric. Она отслеживает всех, кто заходит в помещение. И по изображению лица способна в считанные секунды определить, находится ли человек в черном списке МВД. В нашем районе, допустим, да, которые имеют возможность, как говорится, прийти к нам, зайти, нежелательные посетители. У нас есть такой список. И он, очевидно, внесен, да, тут? Да, да. Информация в системе хранится бессрочно. Если нужно, поступает в полицию. При этом такая система может гарантировать не только безопасность посетителей, но и книжного фонда. Другой черный список может быть, например, черный список невозвращальщиков книг. То есть пришел человек, библиотекарь уже в течение 3-5 секунд получил сообщение, что вот пришел такой-то человек, и он мне вернул такую-то или иную книгу. И дальше библиотекарь может принять решение. Например, подойти к нему и пообщаться, либо последить за тем, чтобы человек не украл новую книгу. Современная библиотека – это настоящий центр досуга. Сюда приходят целыми семьями. Дети могут не только почитать книги, но и посетить различные кружки. А родители в это время имеют прекрасную возможность выпить чаю в библиокафе. Ольга Паль приезжает в Реутов с двумя детьми из Новогиреева. Тимофей и Полина вместе с мамой очень любят заниматься лепкой из пластилина. Дети очень подвижны и часто за ними просто не уследишь. Было бы здорово, если бы я была уверена, что мой ребенок не выйдет, пока я леплю, например, если дверь откроется. Вот это для меня важно. Новая система не только безопасность. Она помогает в работе самих библиотекарей. Современные технологии позволяют отследить и проанализировать пол, возраст читателей, сколько времени они проводят в читальном зале и какая литература и творческие кружки пользуются популярностью. После анализа предпочтений посетителей в библиотеке открыли воскресные мастерские, детский клуб и библиокафе. Перемены принесли результат. Число посетителей увеличилось на 10%. Наша целевая аудитория в большей степени – это молодые родители, подростки, школьники. И они с большим уважением относятся к тому, что в библиотеках в таком формате прошлого пространства появляются приметы современного города, современного времени. Это здорово. Реутовская библиотека – первая в России, где установили систему распознавания лиц. И этим опытом уже заинтересовались в других городах. В ближайшее время изучать предпочтения читателей начнут в нескольких библиотеках Москвы и Балашихи. Таким курлыканьем встречают Сергея Шитько, пернатые подопечные. Их на Голубятне, на окраине Реутова больше 40. 15 взрослых, пара остальные – молодежь. Птенцы, которые появились на свет совсем недавно. А это вот наши малыши. 10 дней им от роду. Сначала им нужно окрепнуть, встать на лапки, научиться летать и возвращаться домой. Другими словами, вести себя, как настоящие взрослые птицы. Как это делать, пернатые догадаются быстро, уверен Сергей. Все три породы, которые разводят, отличаются умом и сообразительностью. Это декоративные голуби, называются павлины немецкие. А почтовых мы выпускаем, наверное, при летях. Они летят практически с любого расстояния, ну, в пределах 500 километров, условно говоря. И возвращаются домой. Увидеть такое возвращение птиц, покормить их или запустить голубей в небо, жители Реутова могут только по большим праздникам. Например, на 9 мая – День города. Но Сергей надеется, что сделать это скоро можно будет гораздо чаще. Сейчас готовит проект по созданию голубятни в парке «Фабричный пруд». Хотелось бы сделать такой вот уголок дизайнерский. Цветочки, скамеечки. Вот такие вот красавцы там будут ходить ручные, чтобы люди могли общаться. Хочется познакомить людей с этими прекрасными птицами, потому что в повседневности никто никогда с голубями практически не сталкивается, а мы их просто, можно сказать, в люди выносим. Вынесут в люди не только голуберию. Товчанам расскажут о пользе дизайнерского уголка с голубями на фабричном пруду. Если все пойдет по плану, в этом году он появится в городе. И среди риутовчан будут те, кто, как и Сергей, безгранично любит голубей. Утро сегодня ожидается пасмурным и дождливым. За окном плюс 4 градуса. Солнце не стоит ждать и в течение дня. После полудня до 8 градусов тепла, а к ночи похолодает до 4 градусов выше нуля. Ветер южный до 3 метров в секунду.